Добрый вечер! В эфире телеканал ЖТСУ новости. В студии для вас работаю я, Ануар Амагельдинов и судопереводчик Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о том, что вы сегодня увидите. Поддержим! Маслихат утвердил перераспределение бюджетных средств. Прирост! В Алматинской области растет количество зараженных коронавирусной инфекцией. Смиру по нитке! Благотворительный фонд Харикет подарил более 300 домов нуждающимся семьям. Место встречи интернет. 365 миллионов тенге дополнительно выделят на премирование врачей в Алматинской области. Об этом стало известно в ходе внеочередной 63-й сессии Алматинского областного маслихата, которая прошла в онлайн формате. Депутаты областного маслихата обсудили изменения и дополнения перераспределения бюджетных средств. Так, 29 миллионов тенге планируется направить на содержание и укрепление материально-технической базы органов местного управления. На затраты в сфере образования дополнительно выделят 6,4 миллиарда тенге. Из них на увеличение оплаты труда учителей потратят более 3 миллиардов тенге. Члены областного маслихата отметили, что неосвоение запланированных объемов означает недоработки и срывы. Потому еще раз напомнили о важности качественного контроля исполнения бюджета. В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем самым прирост составляет 0,4%. Об этом заявил заместитель руководителя департамента эпидемиологического контроля Асхат-Черапиев на площадке ЖТСУ-Медиа. За прошедшую неделю факты заражения наблюдаются в Коксусском, Ямбиш-Казахском, Жамбылском, Каратальском и Уйгурском районах. С целью недопущения роста заболеваемости в Алматинской области разворачивают санитарные посты, на которых дежурят наряды полиции и сотрудники СЭС. Также отмечается, что ведется учет случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей. С начала пандемии таковых зарегистрировано 79, из них 64 школьника. На территории Алматинской области развернуты 4 санитарных поста. Это в Алакальском районе, в Каратальском районе, в городе Текили и Уйгурском районе, где среди проезжающих людей проводится анкетирование и термометрия, и разъяснение, если они прибывают в очаг, либо выбывают из очага коронавирусной инфекции. Также среди детей школьного возраста зарегистрировано 79 случаев, из них 10 учатся в офлайн режиме, остальные в онлайн режиме. В целом динамика эпидемиологическая стабильная, с тенденцией к ухудшению. То есть идет рост, постепенный рост наблюдается в нашей области. Но Алматинская область пока остается в зеленой зоне. В настоящее время у ОСРА стоит вопрос занятости населения. Для инвалидов и членов их семей эта тема имеет еще более актуальное значение. Поэтому государством разработаны проекты сохранения и содействия занятости инвалидов. Такая программа активно реализуется и в Алматинской области. О ней расскажет Гульназ Мустафа. Сразу четыре задачи преследует проект, направленный на реабилитацию и адаптацию людей с особыми потребностями. Главное из них – организовать и провести обучающий семинар «Начни свой бизнес». 15 талдыкурганцев приняли участие в этом тренинге, к концу которого они смогли презентовать и защитить свои бизнес-планы. В их числе – Асель Борибаева. Здесь она получила достаточные знания для того, чтобы начать свое собственное дело. У меня уже были кое-какие идеи. И, конечно, было сомнение здесь на бизнес-тренинге. Я очень получила большую мотивацию, чтобы в дальнейшем работать. Тут мы разобрали такие основы маркетинга, сегментацию рынка, чтобы в дальнейшем мы могли эти навыки, которые проходили на семинаре, в будущем применять. Очень полезная информация. Спасибо огромное организаторам. Сейчас очень много есть поддержки со стороны государства. Это, получается, центр занятости. Есть, допустим, 200 МРП, дают начинающему предпринимательству. По словам организаторов, в рамках программы проводятся различные мероприятия. Очередную акцию «Тепло наших сердец» при поддержке волонтерской команды они провели в Толкурганском обществе слепых с привлечением людей с особыми потребностями. У проекта есть и свой призовой фонд для 45 человек. Задачей проекта входило, так как сегодня это год волонтерства, развитие волонтерского движения среди людей с инвалидностью. Мы взяли, в частности, именно тех людей, слабовидящих, с проблемами зрения. Нашим партнером, главным, основным стали общественное объединение инвалидов «Байтирек» при поддержке Управления занятости и координации социальных программ по городу Толкургану. В рамках проекта мы создали волонтерскую бригаду, которая непосредственно занимается социальным сопровождением людей с инвалидностью. 15 человек было волонтеров обучено, 15 человек «Начни свой бизнес». 45 человек получили подарки. И мы надеемся, что через средства массовой информации узнают о нашем проекте как можно больше людей. Инвалиды должны иметь возможность осуществлять свои права в области занятости и не только на бумаге, но и на деле. Как в сельской местности, так и в городах и районах они должны иметь равные возможности в трудоустройстве и в занятии производительной и приносящей доход трудовой деятельности. Именно на это направлены различные государственные программы. На сегодня в Казахстане проживает порядка 700 тысяч инвалидов, права которых находятся под пристальным вниманием правительства. Почти 6 тысяч сталдокурганцев в настоящее время ищут работу. Согласно данным Центра занятости, только из числа молодежи безработных насчитывается свыше тысячи граждан. Больше половины из них трудоустроены благодаря молодежному ресурсному центру. Как сообщают сотрудники ЦОМа, главная их цель – довести количество нетрудоустроенных молодых граждан до минимума. В связи с этим специалистами было принято решение организовать так называемую «выездную ярмарку вакансий», где временно безработным молодым людям сотрудники Центра занятости и Молодежного ресурсного центра предлагают перечень из 400 различных вакансий – от технических профессий до медицинских. По словам мобильной группы, это поможет избежать столпотворения в спецучреждениях, что особо важно в период пандемии. В то же время поспособствовать понижению уровня безработицы в городе. С начала года была трудоустроена молодежь от 18 до 29 лет, около 500 человек. Они все трудоустроены и получают заработную плату. Мы, Молодежный ресурсный центр города Алдыкурган, не хотим останавливаться на этой цифре и достичь большего количества. И мы данное мероприятие будем проводить частично. Обойти, проконсультировать оставившуюся безработные молодежь. Сразу 60 семей получили помощь от представителей общества «Красного полумесяца». Благотворительная акция приурочена к Международному дню людей с инвалидностью. В ходе ее проведения несколько семей в качестве гуманитарной помощи смогли получить товары первой необходимости. Международный день инвалидов ежегодно отмечается и в Алматинской области. Его цель – привлечь внимание к правам и проблемам этой категории людей во всех сферах жизни. В рамках этой даты несколько десятков человек с особыми потребностями получили продовольственную помощь. Это свежая мясная продукция, тушенка, макаронные изделия, а также хозяйственные и гигиенические товары. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить общество «Красного полумесяца» за оказанную благотворительную помощь. Тем более сегодня приурочено у нас Международный день людей с инвалидностью. Также поблагодарить наше государство за ту возможность, которая предоставляется нам по предоставлению трудоустройства людей с инвалидностью. Спасибо большое всех с наступающим праздником. Помощь получили не только люди с инвалидностью. Жительница города Алтунай – мать пятерых детей. Возможности приехать в офис «Красного полумесяца» у неё не оказалось. В таких случаях, чтобы оказать поддержку, благотворительное общество само приезжает к людям. Мне постоянно оказывают помощь. Продуктами, одеждой. Огромное спасибо «Обществу Красного полумесяца» за то, что не забывают обо мне. Как только находятся спонсоры, они сразу оказывают мне помощь. Акция у нас проводится именно от спонсоров при помощи Объединённых Арабских Эмиратов. У нас в Казахстане имеется представительство «Красный полумесяц» именно Арабских Эмиратов. Они нам предоставили 190 тысяч тенге, на которые мы купили продукты питания, то есть продуктовую корзину. Также магазин «Метрокэш», который предоставил мясные продукты на сумму 152 тысячи 900 тенге. Свою деятельность Международное общество «Красного полумесяца» в Казахстане осуществляет порядка 10 лет. Только за период пандемии общество оказало помощь более 2,5 тысячам семей на сумму более 10 миллионов тенге. Рустам Аралбаев, Нурджан Муканов, телеканал «Житсу». Леди в бизнесе. В Казахстане постепенно увеличивается доля женского предпринимательства в экономике страны. «Прекрасный пол» занимает 49% доли занятого населения и доминирует в таких отраслях, как образование, торговля и здравоохранение. Тем не менее, сельские женщины чаще, чем мужчины, сталкиваются с проблемами низкой оплаты труда и непосильной нагрузки. В целях оказания поддержки женщинам, проживающим в сельской местности, структура ООН «Женщины» обеспечили начинающих бизнес-вумен села Шарханак ноутбуками, роутерами и интернетом с годовым обслуживанием. Долгосрочная задача – вклад в развитие цифровой грамотности женщин и девочек на селе, а также поддержка социально уязвимых женщин во время кризиса, связанного с пандемией. На церемонии вручения выступил Аким Кигенского района Талгат Байдилов. Он поблагодарил организацию за оказанную поддержку сельских женщин в условиях COVID-19. Всего в рамках проекта поддержку получат 68 женщин из Алматинской и Акмолинской областей. В основном мы занимаемся производством сельхозпродукции – курт, молоко, масло. Конечно, хочется увеличить масштабы своего бизнеса. Хочу поблагодарить за подаренную технику и оказываемую поддержку во время пандемии. Теперь я смогу совершенствовать свои навыки, даже сидя дома. Я многодетная мать, у меня четыре ребёнка. Спасибо за такой подарок, хоть наш аул и занимается в основном сельским хозяйством. У нас очень много и других идей. Думаю, время начать их реализацию наступило. В Талдыкургане объявили итоги конкурса аулом Алтенбейсигом. Участие в нём заявили 20 домов культуры и клубов, 20 сельских библиотек и 10 сельских музеев. Всех участников поздравил заместитель Акима Алматинской области Рустам Али и вручил лучшим ценные подарки. Таким образом, 17 звуковых аппаратур и 13 компьютеров послужат расширению материально-технической базы в оснащении сельских домов культуры и клубов. Отметим цель данного мероприятия – поддержка работников культуры региона. По 10 номинациям оценивается вся культурно-досуговая работа культурных учреждений. Это оснащение материально-технической базы, это озеленение, это благоустройство дома культуры. И вместе с тем, конечно же, тут документация вся, работа кружков при домах культуры, посещаемость музеев, читатели в библиотеках оцениваются. И вместе с тем, конечно же, работа с населением, местным населением на селе. Дом за тысячу тенге. Благотворительный фонд «Харикет», действующий по всей республике, на днях подарил 342-й по счету дом нуждающейся семье. В этот раз счастливыми обладателями собственного жилья стала семья из Сталдгургана. У женщины Кенжитай четверо детей и двое внуков. По съемным углам семья ютится уже около 30 лет. Но благодаря неравнодушным людям и деятельности благотворительного фонда семья обзавелась собственными квадратными метрами. Около 30 лет у нас не было своего жилья. Раньше мы жили в холодном и тесном доме, который снимали в аренду. Я работаю техничкой в школе. Купить свой дом просто не хватает денег. Теперь, благодаря фонду «Харикет» и добрым людям, мы обрели собственное жилье. Я очень благодарна всем, кто от чистого сердца помог нам. Большой, просторный, тёплый дом радует всю семью многодетной матери Кенжитай. В нём есть всё необходимое – мебель, бытовая техника. На прилегающем к дому участке – бани и сарай. Скоро семья Кенжитай сможет отпраздновать новоселье под собственной крышей. По Казахстану это уже 342-й дом, подаренный на пожертвования добрых людей в наш фонд. Пожертвовав всего тысячу тенге, люди могут помочь нуждающимся обрести собственный дом. В декабре у нас стартовала крупная акция – 60 домов за 30 дней. К концу месяца по республике мы их подарим новым хозяевам. Семья Кенжитай – лишь одна из многих, получивших жильё благодаря помощи неравнодушных. До конца этого года представители фонда «Харикет» планируют довести число подаренных домов для нуждающихся до 400. Рустам Аралбаев, Нуржан Муканов, телеканал ЖИЦУ. Учителя, медработники и пожарные Нурсултана получили квартиры. В новые дома заехали свыше 100 семей. Жильё реализовали совместно с казахстанской ипотечной компанией среди очередников, которые годами ждут заветных квадратных метров. По данной программе запланировали порядка тысячи квартир. Более 350 уже распределены. По словам Акима столицы, многие из них стояли и стоят на борьбе с передовой, с коронавирусом. Спасают жизни, обучают детей, обеспечивают безопасность в городе. В Казахстане построят завод по производству российской вакцины от COVID. Напомним, в августе республика подписала соглашение о поставках гарантированного объёма спутника ВИИ после завершения испытаний. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект, заявил Хасамжомар Тукаев. В свою очередь, министр здравоохранения республики Алексей Цой сообщил, что Казахстан подыскивает производственную площадку для выпуска российской вакцины. Спутник ВИИ будет доступен для граждан уже в январе-феврале 2021 года. Вакцинация граждан из группы риска начнётся уже в этом месяце. В первую очередь, прививки получат медики, учителя, люди пожилого возраста и страдающие хроническими заболеваниями. Часть зданий в Видеевском районе Алматы отключена от холодной воды из-за прорыва трубопровода, сообщает закон КИЗ. Причина этому – образовавшаяся течь в трубопроводе диаметра 400 мм на участке, прилегающем в окрестностях пересечения проспектов Аль-Фараби и Назарбаева. Работу системы водоснабжения в указанном городском секторе восстанавливают четыре аварийные бригады при помощи двух единиц техники. Подачу холодной воды планируют возобновить в ближайшее время. Впервые в Талгургане состоялась премьера спектакля по мотивам слов на зидание великого Абая. Поэтическую драму о вечной борьбе добра со злом презентовали в областной филармонии имени Суимбая. На красочные постановки, завораживающей игрой молодых актеров, побывала и наша съемочная группа. Камерный театр, несколько актеров и минимум декорации. Но режиссеру удалось чудесным образом перенести зрителя в XIX век, эпоху, когда жил и творил новатор казахской поэзии Абай Кунанбаев. Главному актеру, молодому таланту Алишеру Мукашеву, удалось воплотить в реальность не только образ сценического героя, но и мысли отечественного просветителя о проблемах мироздания. Инсценировать образ нашего великого предка Абая стоит огромных трудов. Мы с коллективом приложили максимум усилий, чтобы донести до аудитории всю философскую суть мыслей казахского поэта. Поскольку именно на словах на зиданиях строится вся литература нашего народа. И не побоюсь сказать, жизнь многих казахов. Сыграть на сцене роль яркой звезды национального масштаба для меня огромная честь. Алишер Мукашев – один из десяти молодых талантов актерской труппы Карасай Жастара. Как признаются артисты, на отечественных сценах они новички, но уже успели поработать над уникальным историческим произведением Карасай Батыр, презентовать спектакль для детей «Бременские музыканты». Не менее волнительным моментом в их творческой карьере стала и нынешняя премьера исторической драмы по мотивам слов на зидании Абая Кунанбаева. Подготовка к ней у молодой труппы заняла целый год. По их словам, хотелось как можно лучше передать через игру мысли и идеи казахского новатора. Была большая ответственность, чтобы поставить этот спектакль. Конечно, были трудности в каком плане? В плане того, что все как передать, потому что автор так все глубоко и флософски написал, а боишься, конечно, как бы где-то что-то не оступиться, не опозориться чем-то, потому что трудно такого масштаба автора передать на сцене его слова. Старания молодых актеров не прошли даром. Как заверяют зрители, спектакль послужил мостиком между благодарной публикой и творчеством великого просветителя, нашедшего отражение в звучании голоса каждого актера. Постановка по праву была удостоена бурных аплодисментов и вызвала всплеск самых разных эмоций. Одина Смогулова, Ерлана Замбай, телеканал ЖТСУ. Оппозиция Армении не отступает от своей цели добиться отставки премьер-министра страны. Очередная манифестация с этим требованием прошла в Ереване у здания правительства. Демонстранты перекрыли Центральный проспект и несколько улиц столицы. По данным полиции, задержаны 35 активистов. Акции протеста охватили страну после того, как 9 ноября было подписано соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по которому Ереван обязался передать Баку часть районов. Ранее за отставку кабинета Пашиняна и проведение досрочных парламентских выборов выступил президент страны Армен Саркисян. Австралийские горнолыжные курорты откроются в канун католического Рождества, но туристическая отрасль возобновит здесь работу лишь 7 января. Прибывающим из зон риска заражения коронавирусом придется отправиться на 10-дневный карантин. Такое решение Вена приняла под давлением соседей ЕС, которые лишают своих граждан любимых зимних развлечений в связи с пандемией. В частности, Германия призывает Австрию проявить европейскую солидарность, несмотря на значительные последствия для национальных экономик. В марте именно горнолыжные станции стали одним из рассадников вируса в Европе. Вакцина, созданная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, получила разрешение на массовое использование в Великобритании. На сайте компании сообщается, что она стала первым в мире производителем вакцины, получившим право на ее массовое применение. Правда, пока это разрешение временное. Вакцина будет доступна по всей Великобритании со следующей недели. Препарат Pfizer и BioNTech прошел три фазы испытаний. Эффективность вакцины оценивается в 94%. Неожиданности от молодых талантов. В Шымкенте прошел чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин. Это первенство стало решающим для карьеры многих спортсменов. Начинающие боксеры впечатлили неожиданными результатами на национальном турнире, победив титулованных конкурентов и уже готовы ворваться в сборную страны. Среди них Ертуган Зейнулинов из Алматинской области. О спортивном достижении 23-летнего спортсмена расскажет Алексей Цой. Для Ертугана Зейнулинова чемпионат Казахстана стал настоящим испытанием. Спортсмен, представляющий сборную Алматинской области, на своем примере доказал, что на пути к золоту нет преград. Еще в четвертьфинале боксер в первом же раунде сломал большой палец правой руки. Вывих, подумал он, и продолжил драться. Не так просто оказался и соперник, но стойкость и сила воли позволила продолжить бой до победного гонга. Уже на следующий день в полуфинале Зейнулинов встретился с прошлогодним чемпионом страны, но и это его не остановило. Не был бы подвиг подвигом, если бы не одно «но». Ертуган Зейнулинов боксировал еще с тяжелой травмой ноги, полученной еще два года назад, в результате которой в ногу вставили специальные спицы. А вот решающий поединок не состоялся из-за многочисленных травм у второго финалиста и обладателя лицензии на Олимпийские игры Закира Зафиулина. К слову, их он получил также во время турнира. Приезжаем в Алма-Ата, показываем врачу, оказывается у него сломан. Но сейчас загипсована она у него, в течение этого месяца, говорят, все заживет. Сейчас у нас 9-го сбора в Алма-Ате, Академия АИБа, туда собирается сейчас, там будет ОФП у нас, также бег, поздравительный, бегать, поднимать тяжелый, так боксировать не будут. Нелегкой была и подготовка к чемпионату страны, но упорные тренировки дали свои плоды на ринге. Зинулинов выступил 4 раза и во всех поединках безоговорочно выиграл решением судей. В итоге спортсмен стал вторым боксером в стране после Олимпийца весовой категории до 63 килограммов, а также он вошел в национальную сборную страны. Стоит отметить, что сенсационные бои обновили состав сборной Казахстана на 10%. Поединки были тяжелые. Было сложно боксировать и ощущать боль в руке. Тем более, практически все спортсмены имели за спиной большие достижения. К последнему бою я уже готовился психологически и морально. Мы ждали с тренером этого поединка, но боец снялся с финальной битвы. Теперь буду готовиться к предстоящим соревнованиям. Стоит отметить, молодому и перспективному боксеру предлагали даже контракт на профи ринге. Однако, все хорошо обдумав, Иртуган Зейнулинов решил покорять вершины сначала в любительской карьере, стать чемпионом Азии и мира, а также завоевать золото на Олимпийских играх. Алексей Цой, Габет Кабдархман, телеканал ЖТСУ. И на этом у нас все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok